Друзья, всех приветствую на канале. Проект Turbo Golf идет дальше. Сегодня будем дальше работать над мотором. Кто за всеми видосами наблюдает, вы видели, он теряет масло и немало. За короткое время там аж лужа под машиной стояла. Поэтому, друзья, перед тем, как зальем новое масло, надо найти, откуда он капает. Кто из вас первый раз попал на канал, друзья, небольшое такое вступление, он так очень быстро и кратко. Главное, чтобы вы понимали, о чем здесь идет речь. Я живу в Германии и обожаю Golf 2. Вообще, второе кузово, это самое мое любимое кузово из всех гольфов. И на нем будет стоять мотор 1.8T. Это тот самый легендарный мотор, который стоял на четвертом гольфе. И этот мотор неубиваемый. Но чем мы сейчас занимаемся, просто ищем всякие косяки. Потому что этот мотор уже стоял в гольфе. Этот проект Golf 2 выкупил у моего другана. И, к сожалению, там очень много надо переделывать. Можно сказать, все заново надо делать. Мы нашли много косяков, как лопнутые трубки. Много всяких болтов не было. Потом на кулисе коробки передачи поснимали все. Так как у гольфа плохо включались скорости. Задняя скорость вообще не включалась. Кстати, последний раз я забыл упомянуть, что штекер на ламбда зонду. Он не был подключен, потому что, как по словам моего другана, мотор плохо работал. И он как Not Love программ работал, когда ты ламбда зонду не подключаешь. А плохо он работал наверняка из-за того, что все эти трубки были лопнуты. И он подсасывал воздух. А этот мотор реагирует на такую очень зензибль. Поэтому мы трубки все заказали. Вот они все уже лежат. Все это будем устанавливать. Потом сняли стартер. Он прикручен был тоже одним болтом. Второй болт надо еще искать. Ну и по плану посмотрим, где теряет масло. И будем решать эту как-то проблему. Кстати, в предпоследнем видосе один подписчик хорошо заметил. Говорит, он уже не оригинальный. Это спортивный. Правильно. Это не оригинальный. Это, я не знаю, какой бренд. Он стоит где-то 150, 160 или 170, я не помню. И он на 2,7 см короче, чем оригинальный. Для чего? Это для того, чтобы можно было машину немножко пониже посадить. И тогда в ванной меньше шансов будет, что вы что-то заденете. В самом начале я вам показывал, что она снизу согнута слегка. И сильно поцарапанная. Поэтому и вправду есть такой шанс, что он просто где-то цепанул все-таки. Наверное, очень низко был. И из-за этого, может, где-то что-то лопнуло. Сама вот эта дихтмасса, потому что она клеится и прикручивается. И может, она и вправду там где-то лопнула, потому что сверху здесь ничего не видно. Также и на другой стороне ничего не видно. А именно вот эта нижняя часть, она вся в масле. Сейчас будем поднимать мотор, откручивать, смотреть. Потом возьмем эту нижнюю часть, хорошо помоем, положим на ровный стол. И посмотрим, она вообще ровная, нет. Ну и перед тем, как начнем, друзья, смотрите, какая у нас красота. Вчера я поехал к Другану, и Друган мне сделал все болты. Отгальонизировал. Смотрите, какая красота. Вот, например, крепление для аккумулятора. Смотрите, какая красота. Помните, вот эти все ржавые болты я здесь вытаскивал? Все полностью отпискоструены и загальванизированы. Смотрите, здесь вот эти ямки, дырки, все, конечно, остается. Так как, если от ржавчины дырка, то она и останется. И вот смотрите, какая красота. Кстати, это у нас для газа, например, вот так. Смотрите. Блин, какая же красота. Знаете, вот в таких мелочах, вот самый кайф. Здесь много чего. Кстати, эта пружина, кто знает, пишите. Эти клямы на тормозной суппорт. Кстати, тормозные суппорта я вам покажу. Вы просто офигеете, как они круто выглядят. Но это я покажу попозже. Знаете, весь вечер только сижу и думаю об этих болтах. И представляю, когда все это буду закручивать сюда. Красота будет. Ладно, Лен, давай тогда поднимай мотор. Хоть и масло слил. Масла там нету, все равно он протекает. Значит, все-таки прокладки пипец. Ну вот и фонарик, блин. Два купил, думал классные. Айге, думаю, ништяк вроде бренд. Но протачат лампы. Тут мы тоже обсмотрели. Сверху у нас здесь ничего не протекает. Все сухо. Все вроде нормально. Тут тоже у нас ничего не протекает. Снизу слегка мне посоветовали, чтобы вот эти верхние болты слегка подтянуть. Масло течет. Видите? Видно, что сверху ничего нету. Сухо. Поэтому 100% она где-то отсюда. Здесь, видите, она темная. Снизу такая светлая. Сейчас перейдем на другую сторону. Здесь неудобно что-то. Тейпаливо так под мотором сидеть. Давайте сядем сбоку. Мало ли что. Мятина, смотрите. Немаленькая мятина. Вот она. Хорошая мятина. Вайку. Знакомый бренд. Мы же недавно покупали вот эту маленькую трубку от Вайки. Сейчас все откручиваем, а потом вместе и посмотрим, что нас там ожидает. Ну и сразу внутри там есть типа такой как фильтр масляный. И посмотрим, там может тоже забито или почистим. Продолжение следует... Ольвана сняли. Смотрите, какая вмятина. Смотрите, как она согнута. Тем, как масло пошло, видно было здесь все сухо. Видите? Сухо. А в этом месте вот эта дихта была вся сразу в масле. Это обозначает то, что она через эту дихту протекала все это время. Надо посмотреть, как только... Знаете, сейчас все это почистим. Вот эту трубочку можно открутить. Она здесь сидит на двух болтах. Вроде бы, да. На двух болтах. Ее хорошо прочистим. А сколько здесь? На 10 или 9? Кстати, здесь видите, это рештаб. Вон он сверху. До сюда он доходит. Показывает, где минимум, где максимум. Круче, максимум это тут. Максимум, короче, он здесь находится. До вот этой части. Блин, интересно. Очень интересно. Нашел, нет на 10? Блин, я на 10 тоже последний раз искал. Не мог найти. Блин, здесь придется удлинитель. Вот. Вот эту резиночку, наверное, не знаю. Может тоже надо поменять? Хорошо, помоем. Продуем. Кстати, я уже вижу, внутри что-то там торчит. Смотрите. Эту 10 масс тоже надо купить. Что мне посоветовали, что если эту массу клеить, что самое хорошо вокруг болта тоже сделать. Чтобы на всякий случай, чтобы она точно 100% вплотную сидела. Видите, здесь у нас частями вокруг болтов тоже идет. А в этой части нет. В этой части тоже нет. Смотрите, здесь вообще не было ее. Может она сверху. Кстати, здесь тоже вроде не было. Плохо посажено было. Нижнюю часть почистили. Также и на коробке вся эта оксидация за эти 20 с лишним лет, которые собралось, все убрали, почистили. Теперь осталось только от песка струи и покрасить крышку. Снизу у нас выглядит все хорошо. Сам этот фильтр внутренний, где он? Блин, здесь так узко. Сам этот фильтр тоже почистил, продул его хорошо. Вот у нас, друзья, беда. Наш мото-кран сломался. В последнее время я тоже заметил, качаешь, и он такими маленькими, все меньше и меньше качает. Надо чаще качать. А теперь смотрите, вообще, вот, нифига. Вот это проблема, вот это проблема, друзья. Так висеть я не могу оставить. Нельзя так долго оставлять. Мотокран не должен так неделями стоять и держать мотор, потому что все-таки идет сильная нагрузка на цилиндр. Но, друзья, если я сейчас опущу, то я его не подниму. Короче, надо искать, где я это заказал. Это не так уж давно было, гарантия 2 года. И надо тогда этот цилиндр открутить, отправить. Надеюсь, мне придется отправить только цилиндр, а не сам весь мото-кран. Это пипец будет. Хорошо почистили. Стол у нас идеально ровный. Теперь смотрим, как он. И смотрите. Кривой. Конечно, когда прикручиваешь, она ее стягивает. Вот, если сюда надавлю, идет. Но все-таки, друзья, я сейчас его слегка погнул. И смотрите. Больше не болтается. Включил сейчас на телефоне фонарик. Мы ее ложим. Лен, выключай свет. И ничего у нас не просвечивается. Нет, смотрите. Никаких щелей. Лен, включай свет. Так что, мы спасли. Постараюсь здесь немножко выдавить. Таким, не молотком простым, а такой молоток из резины. Чтобы не повредить ничего. И осторожненько попытаемся это выгнуть. Здесь, друзья, видно, что они не наехали. А видно, как будто мотор поставили на какую-то круглую железную штуку. Видите, какие царапины. Но здесь он и пару раз уже цепанул что-то. Дальше здесь убираюсь. Надо мотор как-то опустить. И чтобы там, конечно, снизу ничего не повредить. Потому что опустить мы можем только сейчас один раз и все. Кстати, друзья, этот болт я открутил. Знаете как? Мне посоветовали. Очень классный лайфхак такой. Взять алюфолию, навернуть. Молотком забить. И открутить. Конечно, перед этим я взял такой, где у меня газовый баллон. И вокруг все нагрел. Хорошо еще маслом пропитал все. И все у нас открутилось. Но хорошо, что еще заказал новый. Потому что его обратно вкручивать это просто пипец. Смотрите. Он уже внутри почти круглый. Короче, его только можно один раз закрутить и все. Следующий день. И смотрите, у нас выпал снег. Офигеть. Вчера даже и снегом не пахло. Перед тем, как ночем, включил здесь немножко печку. Чтобы здесь тепло было. А то, ух, холодно. Что будем сегодня делать? Буду разбирать, снимать вот этот вакуумник. Показывать, как снимать, наверное, не стоит. Он снимается-то, в принципе, очень просто. Там три или четыре болта. И она уже все снимается. Друзья, всем привет. На самом деле, прошло уже опять пару дней. И за эти пару дней много что произошло. Камеры я ничего не снимал. Потому что знаю, так и так не смогу это все замонтировать на видос. Но слишком длинный видос будет. Многие такие нюансы, которые не очень интересные. Но надо их делать. Поэтому я решил максимально сосредоточиться над работой. И не терять время. Все-таки расскажу, что я за это время сделал. Как видите, мотор уже вообще голенький. Почти нечего снимать. Конечно, можно еще много чего поснимать. Но смысла я там не вижу. Потому что те компоненты, которые сейчас на нем стоят, они все в рабочем состоянии, без повреждений. И зачем это делать? Единственное, что я все сейчас чищу-чищу. Как вы видите, мотор чистенький. Сам блок моторный я тоже почистил. Здесь такой налет ржавчины. Но он не уходит. Это убрать можно только уже пескоструем. Но пескоструить я не собираюсь. Потому что этот песок будет просто везде. Это будет такой каос здесь. Поэтому сейчас дальше все это чищу. И будем мотор красить в черный цвет. Я купил для этого специальную краску. Сейчас покажу. Я не хотел снимать. Но знаете, друзья, было очень неудобно работать. Все эти трубки были в очень плохом состоянии. Заказал новый. Уже все подготовлено. Все лежит. По инстаграму я часто это выкладывал. Все фотки, номера, запчастей. Короче, кому интересно, переходите по ссылке на инстаграм. Там я частенько информацию выкидываю. Что еще за это время произошло? Я забрал подрамник вместе с штабилизатором от пескоструя. Вот пару фоточек, как это все выглядело. К сожалению, друзья, они мне плохо от пескоструили, что, знаете, там, где моторная подушка устанавливается внутри, там плохо они сделали, что ржавчина была. Мне пришлось, короче, самому дома дальше пескоструить. Но проблема в том, что, друзья, за это время, как она стояла, начала опять ржаветь. Ну, такими, знаете, точечками. Проблема в том, что если плохо от пескоструя, ржавчина где-то осталась, она опять вылезет. Поэтому, друзья, я много обдумывал, что все-таки делать. И решил этот подрамник вместе с штабилизатором отдать на пульво-бешихту. На как порошковую покраску, вот. Что хорошо, что они работают вместе с человеком, который тоже пескоструит. И, знаете, они делают так, что они ему отдают эти части на пескоструй. Он это пескоструит, и они сразу эти части забирают и сразу красят. Это круто, друзья. Тогда она вообще будет идеальная. И ржавчина тогда в жизни больше не вылезет. И сказали, через 3 недели будет готово. Короче, друзья, за эти 3 недели нам надо много еще успеть. У нас работы там много. Это время летит, это капитально. Нижняя крышка, которая была кривая, мы ее выровняли. Я еще молоточком ее выровнял здесь. Все это мы сошлифуем, полностью покрасим. И она будет как новая. Потому что новую такую крышку я не нашел, не продается. Она продается только с этой нижней части. Для нее я купил такой дихтун. Унипласт Блау, синего цвета. Насчет масла. Сначала я купил дорогое масло. Это масло, кстати, льется в BMW, в MBMW. Очень дорогое. Это как для гоночных машин. Очень крутое масло. 50 с лишним евро стоит. Вот 5 литров. Но, друзья, мы его будем заливать позже, не сейчас. Потому что, вы знаете, у нас он терял масло. Я надеюсь, конечно, что как поставим эту крышку, на новую дихтунг, то тогда у нас масло не будет капать. Но все-таки, друзья, мало ли что. Представляете, мы зальем дорогое масло, а оно начнет дальше так капать, как капало до этого. Поэтому, друзья, я решил так, что возьму сначала дешевое масло. Дешевое масло 30 с лишним евро стоит. 5 Ви 40. Зальем его. Потом уже позже, если все нормально у нас, то это масло выльем и зальем дорогое масло. Кстати, вот кому интересно, вот такое масло. А заливать сначала будем простое. 5 Ви 40. Конечно, и сразу поставим новый фильтр. Что я еще вот это время делал? Пискоструил, друзья. Пипец, сколько здесь. Пискоструить пришлось. Вот, куча болтов. Потом вот эти все шели, потому что они очень крутые. И советую, друзья, лучше ставить оригинальные запчасти. Часть, потому что они по качеству намного лучше, чем ставить какие-то новые китайские. И они плохо сжимают. А теперь надо отправить на гальванику. Также и трубки. Трубка эта оригинальная. 4 Ви. Ее тоже от пескоструил. Посмотрим или на гальванику, или буду красить. Но перед тем, как будем красить, надо сначала эту трубку хорошо почистить. Также и главная трубка. Подождите, куда я ее положил? Загрунтовал. Вот так она выглядит. Смотрите. Она в хорошем состоянии. Была сжавчина, да. Но мы ее теперь убрали. Теперь так быстро оживеть это не будет. Здесь я тоже думал, может ее тоже загальванизировать. Было бы вообще круто. Но, не знаю, получится. Насчет краски. Эту краску я купил специально для моторного блока. Простая черная краска. Выдерживает, как вы видите, до 800 град. Конечно, 800 град. Этот мотор никогда не будет. Он максимально должен 90 градусов. Также и вот эти трубки заказал новые. Они и недорогие были. Такая трубка стоила 8 евро. Другая стоила 4 евро. Там доставка почти дороже была, чем эти трубки. Короче, там много всяких разных частей. Вот эта трубка. Там еще пару других вещей заказал. Там ничего такого интересного. Но все-таки уже это все у нас есть. Потом вот эта часть для вакуумника, для АБСа. Тоже отпескоструил, загрунтовал. Будем ее красить в черный цвет. Там осталось еще вакуумник отпескоструить пару частями и покрасить черный цвет. Поэтому я сейчас одновременно подготавливаю много частей, которые сейчас быстро загрунтуем. И чтобы под один раз сразу их покрасить в черный цвет. Вот мотор крана. Я подумал, что может ему просто тупо надо подлить масло. Я его открыл. И взял вот такой шприцик. Гидравлик, эль. Гидравлическое масло взял. И сюда залил. Вот таких два полных. И теперь у нас все работает. Смотрите. А я уже паниковал, что все. Капец ему. Смотрите. Все качает. Круто. Так что, друзья. Будем дальше работать. Знаете, друзья, столько работы было, что я уже не помню, что я вам показывал, не показывал. Вот видите. Здесь вот эта крышка. Потом вот резинка лежит. Все это надо сегодня чистить. Работы дофига. Ладно, короче, знаете, давайте будем прощаться. Сейчас видос я монтирую для вас. Выставляю на следующей неделе или на этой неделе. Есть какие-то вопросы, обязательно напишите. Кстати, друзья, я забыл показать вам тормоза. Как они выглядят. Друзья, на это все. Видос для вас кончается. Но работа для меня не кончается. Я работаю дальше над гольфом. Снимаю этот вакуумник. Снимаем вот эти тросы для передач. Все это снимаем. Пескоструем, красим. Всем вам желаю хорошего дня. Тоже, друзья, кайфуйте над вашими проектами. Тащитесь. Блин, это же так круто. Когда своими руками что-то делаешь и видишь, как это все превращается в такую красоту. Ну ладно, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok